Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Социальная газификация субъектов России. Сегодня Дмитрий Медведев провел совещание и призвал региону ускорить принятие нормативных документов. В ауле Абазахабль открыли фельдшерско-куршерский пункт. ФАП обснастили полным комплектом оборудования и медикаментов для оказания неотложной первичной помощи. В Карачаево-Черкесии выбрали председателя Союза писателей. За кандидатуру Ислама Хубеева проголосовали единогласно. В Карачаевске подвели итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Кто представит нашу республику в следующем этапе? Сегодня глава Карачаева-Черкесии принял участие в совещании по вопросам реализации социальной инициативы партии «Единая Россия», которую поддержал президент России по социальной газификации субъектов Российской Федерации. Совещание с регионами провел заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он охарактеризовал реализацию программы газификации в России достаточно успешной. По итогам прошлого года рост объемов реализованных работ оказался в три раза выше, чем в 2021 году. Динамика реализации президентской программы по социально-догазификации в Карачаево-Черкесии высокая. На уровне субъекта мы предусмотрели средства, чтобы для граждан газификация домовладения была абсолютно бесплатной вплоть до самого дома. На внутридомовое оборудование мы также выдаем субсидии разным категориям малообеспеченных граждан. Согласно подписанной с «Газпром» программе, до 2025 года магистральный газопровод будет проведен ко всем населенным пунктам, сказал Рашид Тимрезов. Сегодня день работников прокуратуры России. Уважаемых сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Прокурорский корпус Карачаева-Черкесии отличает профессионализм и компетентность. Ваша сложная, крайне ответственная, требующая высшей степени добросовестности и беспристрастности работа всегда оценивалась на высоком уровне, что подтверждает растущее доверие населения и к ведомству, и к вашей работе. Уверен, что ваши знания, опыт, преданность призванию и дальнейшим будут гарантом соблюдения и защиты законных прав граждан, интересов государства и сохранения правопорядка. В ауле Абазахабль Адыгехабльского района состоялось долгожданное открытие фельдшерско-акушерского пункта. Почему долгожданное и несколько радостное событие для аульчан стало введением в эксплуатацию медицинского учреждения, расскажет Альбина Ламкова. Аул Абазахабль в Адыгехабльском районе один из самых отдаленных. Поэтому почти 8 лет назад возникла необходимость в строительстве ФАПа на селе. Но введение его в эксплуатацию задержали. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда жители Абазахабля обратились в Народный фронт. С прошлого года, летом, когда мы все узнали, что ФАП есть, но он не работает, и мы подключились на Народный фронт, редакция газеты Абазахабля, и добились как бы завершения подключения к сетям тепловым, и запустили тепло, потом вопрос стоял об оснащении. После решения проблемы с циркуляцией в системе отопления, Руслан Клычев воспользовался случаем. Как и все жители региона, обратился во время прямой линии к главе Корчаевой Черкесии Рашиду Тимрезову. Он просил оказать содействие в оснащении фельдшерско-акушерского пункта всем необходимым, чтобы скорее его открыть. И этот долгожданный день настал. Теперь жители Абазахабля только радуются этому событию. Я хочу, чтобы, как Фатима, все работали. Добросовестная. Добросовестная. Шла по тем, которые лежат и которые не выходят. Она всех обошла, а потом только в грушку, в фельдшерский пункт шла, чтобы молодежь так работала. Ранее фельдшер Фатима Абазова принимала аульчан на дому. Сейчас она на заслуженном отдыхе, поэтому люди надеются, что новый медицинский работник будет таким же внимательным. Но самое главное, у молодого специалиста есть желание помогать людям. Мы можем сперва дать препараты, таблетки. Потом, если не падает давление, то уже начинаем инъекции делать внутривенные. То есть сложные случаи? Вы в Версакон? Да, в Версакон спускаем. Или скорую вызываем. Путь до самого ближайшего медицинского учреждения врачебная амбулатория в Версаконе составляет 16 километров. Он не каждому под силу. Да и времени порой ждать транспорт нет. Поэтому жители аула вслед за радостным событием надеются еще и получить личную машину. Но главное, что для полноценной работы в новом фельдшерско-акушерском пункте есть все. Отметили на торжественном открытии. Ножнички там держите. Ура! Согласно стандартам, ФАП действительно оснастили полным комплектом оборудования и медикаментов для оказания неотложной первичной помощи в шаговой доступности. Не преувеличить, если сказать, что авторитет у фельдшера в сельском поселении ничуть не меньше, чем у городского врача. Медицинский работник может оказать как профессиональную помощь, так и любую другую необходимую поддержку. Особенно пожилым людям. Конечно, большую роль в этом деле играет его знание и опыт. Но порой человеку становится лучше от услышанного доброго слова или уютной атмосферы в медицинском учреждении. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Адейхабльский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 10 градусов мороза, а днём до 5 тепла. В горах местами 5-10 выше нуля. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 5-7, а днём 1-3 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновлённого агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-0. 17 декабря. Ярослав Запашный. В Кисловодском цирке. Спешите. В Черкесске прошла конференция писателей Карачаева Черкесии. Главный вопрос повестки дня – избрание председателя Союза писателей нашей республики. На этот пост выдвинули две кандидатуры – поэт Башир Бачаев и народный писатель Карачаева Черкесии Ислам Кубиев. Победитель определялся путём голосования, в котором участвовало порядка 80 человек. По итогам председателем Союза писателей республики единогласно был выбран Ислам Кубиев. Союзу писателей ещё предстоит пройти ряд юридических процедур, оформление организации, утверждение штатной численности и устава её деятельности. Это очень ответственная должность, это на самом деле я сейчас думаю, видимо судьба такая у меня была, я должен был взять вот эту ношу и нести её. Ну во всяком случае у меня будет совесть чиста по отношению к вам, но обещаний я никому давать не буду, буду делать всё, что в моих силах. Но сколько это возможно будет сделать, я постараюсь это сделать. В Карачаевске подвели итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Победителей и призёров наградили почётными грамотами и ценными призами. Также был проведён телемост победителями регионального этапа педагогического состязания в Грозном. На праздник мероприятий побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Они являются самыми успешными и самыми лучшими в своём деле. Поздравления получили те, кто отдал свою энергию на воспитание и обучение будущего поколения – это педагоги. Поздравил виновников торжества и вручил почётную грамоту победителям и призёрам муниципального этапа заместитель мэра Карачаевска Азрет Караев. «Мы видим, что с каждым годом ваш профессионализм растёт, и мы уверены, что вы и так же будете достигать новых побед в различных конкурсах», – отметил он. «От лица мэра Карачаевского городского округа, от лица всей администрации, жителей нашего округа хочу вам выразить благодарность за ваш нелёгкий труд, за то, что каждый день из своей жизни вы отдаёте на воспитание наших детей, нашего будущего». Этот конкурс объединяет многих воспитателей детских садов, которые активно принимают участие, радуя своим педагогическим мастерством, подчеркнула начальник отдела образования администрации Карачаевского городского округа Эльвира Эдиева. Она также поздравила всех победителей конкурса «Воспитатель года» и вручила почётные грамоты и ценные призы. «Конкурс профессионального мастерства объединяет лучшие педагогические кадры. Это яркие, талантливые, красивые, преданные своей профессии энтузиасты, готовые делиться своим педагогическим опытом». «Нам приятно, что нашу работу так высоко оценивают, но самое главное для нас – это благодарность наших учеников и воспитанников», отмечают победители призёры межмуниципального этапа конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года». «Мне очень приятно оказаться в числе победителей, занять первое место в конкурсе «Учитель года» 2023 муниципального уровня. И я горда тем, что мне предоставлена честь защищать уже честь города на уровне республики». «Конечно, переполняли чувство радости, когда объявили о том, что мы заняли первое место. Хочу сказать большое спасибо управлению образованием за проведение таких профессиональных конкурсов. Также хочу сказать большое спасибо своему коллективу, своему руководителю за такую помощь. Подбадривали, помогали». Для виновников торжества юные воспитанники школ и детских садов Карачаевского городского округа организовали небольшую концертную программу. Яркие выступления маленьких артистов порадовали всех присутствующих. Помимо этого, всех виновников торжества во время телемоста поздравил педагогический коллектив 60-й средней школы Грозного Чеченской Республики. Алих Альбшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Новогоднее чудо произошло в Ростове-на-Дону. Заслуженный врач Российской Федерации, офтальмолог, хирург и основатель глазной клиники «Ирис» Олег Качмала вернул зрение 11-месячной Варваре. Смотрите подробности. «Девочка появилась на свет с врожденной катарактой. Такой диагноз ставят двум из десяти тысяч младенцев. Заболевание сопровождается помутнением хрусталика. Если не увидеть проблему как можно раньше и не начать оперативное лечение, то зрение начинает снижаться необратимо, вплоть до полной слепоты. Заметить катаракту младенцев возможно с самых первых месяцев жизни малыша. В зрачке появляется помутнение в виде точки или диска. Ребенок не фиксирует взгляд на лицах и игрушках». «Практически сразу после рождения мы стали замечать, что у него косоглазие. Но мы надеялись, что это обычное малышковое косоглазие, которое должно само пройти было в 4-6 месяцев. Но и в 8 месяцев ситуация не улучшилась. Мы обратились в частную глазную клинику, где прозвучал диагноз, который поверг всю нашу семью в шок. Это ядерная катаракта правого глаза, врожденная. И было предложено хирургическое удаление катаракты без имплантации линзы». Дальнейшее показывает, как важно попасть к настоящим профессионалам, потому что катаракта и у взрослых, и у детей лечится только хирургическим путем. Но те, кто постоянно совершенствуются, знают. Научно доказано, что искусственный хрусталик вживляется в момент удаления катаракты. Конечно, такая операция особо ответственна. Но за этот сложный случай взялся руководитель клиники, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Олег Кочмала. «Ранее существовавшие методики удаления просто катаракты у детей, они на сегодняшний момент уже устарели. И золотым стандартом является замена помутневшего хрусталика в развивающемся глазу, который потом растет на новый. И очень важно при этом подобрать правильный хрусталик. А конкретно мы рассчитываем хрусталик у ребенка под наркозом в операционной. Ставим ему на день операции тот хрусталик, который даст ему максимально возможное зрение». Успешная операция под наркозом стала первым шагом к хорошему зрению девочки. Теперь ей предстоит пройти курс аппаратного лечения в детском отделении клиники. Светлана Шаганова, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!